Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Господа, вот вы думаете, кто самый крутой в мире животных? Да, правильно, это семейство куних, коим мы с вами выделили почетный отдельный плейлист. А кто из этого отбитого на всю голову семейства самый крутой? Медоед? Росомаха? Бразильские выдры? Или, непонятно как, в это семейство затесавшейся, добрый барсук? Нет, сегодня у нас в гостях очень малоизвестная особа, которая является самым крупным видом в своем отбитом семействе. Встречайте куницу рыболоба, или Ильку, она же пекан. Своё название она получила за умение красть рыбу из расставленных на других зверей ловушек. Однако, вопреки названию, Илька редко питается рыбой. Всё потому, что название рыболов, скорее всего, является калькой с английского фишер, которая, предположительно, происходит от французского фичер – хорёк. Но это не самое важное в нашем сегодняшнем рассказе. Илька – одна из самых крупных куниц. Длина её тела с хвостом достигает 120 сантиметров. К слову, росомаха – 86. Масса Ильки – до 5 кг. Общая окраска – тёмно-бурая. Лапа и хвост – более тёмные. Мех на голове с серебристым отливом. Шерсть – густая и длинная, но грубая. В общем, чем не американская росомаха? Кстати, великие умы поэтому и сомневаются, когда называют Ильку куницей. Почему американская? Потому что обитает американская росомаха в северных хвойных лесах Северной Америки, вплоть до Аляски. Так что по степени приспосабливаемости к климатическим условиям она может дать фору нашей дальневосточной подружке-медоеда. А что же по поводу характера? Илька, как и наша королева тайги, ведёт одиночный образ жизни. Активничает чаще ночью, но и день для неё не помеха. У недокуницы нет постоянного убежища, как и у нашей росомахи. Для отдыха она обычно использует дуплы деревьев и брошенные норы других животных. Средняя площадь в бочиной Ильке достигает 15 квадратных километров у самок и 38 квадратных километров у самцов. Ильке, несмотря на своё нежное название, крайне агрессивно относятся к особям своего пола и ожесточённо защищают от них границы, занятых ими охотничьих угодий. Максимум, кого рядом с собой может вытерпеть американская росомаха, это особь противоположного пола, но только недолго и пока всё сходится. 2.0 В пользу учёных, которые не относят Ильку к куницам. Куницы-рыболовы отлично лазают по деревьям и неплохо плавают. При необходимости они могут переплывать небольшие реки и озёра. За одни сутки Илька пробегает 20-30 километров. Дистанции до 5 километров она способна преодолевать в очень быстром темпе. Соответственно, точно такой же марафонец бегает и по нашей тайге. Куницы-рыболовы всеядные, но отдают явное предпочтение различным грызунам. Их любимым лакомством считаются короткохвостые бурозубки и, внимание, дикобразы. Охотясь на дикобраза, они изводят его до полного изнеможения своими беспрерывными многочисленными атаками, стараясь неожиданно укусить в незащищённую колючками морду или живот на протяжении получаса-часа. Также они любят наведываться на сельские подворья и разделываться с домашней птицей и кошками. Ильки не только настигают обнаруженную жертву молниеносным броском, но и регулярно раскапывают норы грызунов. Зверьки не брезгуют падалью и часто были замечены запоеданием трупов белохвостых оленей и лосей. Они с удовольствием разоряют птичьи гнёзда. Съедая и яйца, и птенцов, хищники нападают ночью на спящих птиц и способны легко справиться даже с крупными дикими индейками. Они не упустят случая расправиться с юными рысятами и лисятами, если поблизости нет взрослых животных. В общем, опять 100 баллов американской росомахи по степени наглости, любви к убийствам и обжорству, кровожадность кровожадностью. Но любви хочется всем. Примерно в год Илька готова таки немного пообщаться с родственниками противоположного пола. Партнёры встречаются только на несколько часов и расстаются сразу же после спаривания. Самцы за сезон успевают встретиться со многими самочками, однако впоследствии они совершенно безразличны к судьбе своего потомства. Собственно, самочкам-убийцам этого тоже не надо, так что никто не в обиде. Кстати, развитие эмбрионов приостанавливается на ранней стадии, как и у росомахи, и возобновляется примерно через 10 месяцев. Правильно, зачем плодиться в голодную зимнюю пору? В итоге сама беременность длится всего около 50 дней. Обычно самка приносит потомство в середине февраля. В одном помёте бывает до шести куница-росомят. Маленькие Ильки появляются на свет в гнезде, которое располагается в дупле дерева. Они рождаются слепыми, беспомощными и частично покрыты мягкой, сероватой шёрсткой. Их вес составляет всего около 40 грамм. На седьмой и восьмой недели у них открываются глаза. В течение второго и третьего месяца серая шёрстка приобретает характерный коричневый или шоколадный цвет. Молочное кормление длится 8-10 недель, но при отсутствии достаточной кормовой базы может растягиваться ещё на 3-4 недели. Четырёхмесячные подростки уже хорошо развиты и начинают участвовать в охоте. В 5-6 месяцев они приобретают все необходимые для самостоятельного существования навыки и, наконец-то, убегают от матери, чтобы вести свой личный маньяческий образ жизни. Куница-рыбалоб живёт в дикой природе около 8 лет. В неволе при хорошем уходе она доживает до 12-14. Вымирание этим разбойницам, как и нашим росомахам, не грозит, правильно, кто будет с ними связываться, себе дороже. А как вы думаете, Илька дружит с медведем гризли? Как наша росомаха с буром? Пишите в комментах. А ещё я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши памблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!